У него были свои идеи относительно геометрии и развития. Понятно. Но уже это случилось. Это уже позади. Уже летит мяч в штрафную площадь. И уже летит мяч в сетку ворот. Это Криштиану Роналду. Счет открыт. 14-я минута. Он направляет мяч головою в ворота Атлетико. Криштиану Роналду. По-моему, выбивается в результате этого гола в единоличные лидеры в споре бомбардиров нынешнего розыгрыша. Кубка Испании. Красивый мяч. И та половина стадиона, которая сегодня за номинальных и обычных традиционных хозяев, естественно, торжествует. Хороший удар. Два игрока. Среди них в числе их был Радамель Фалькао. Хотя, наверное, не он был основным сдерживающим. Это Диего Годин. Слишком много сил потратил на то, чтобы синхронизировать свое движение с Криштиану Роналду. Еще был момент, когда нужно было оттолкнуться от газона и не потерять из виду нападающего. А вот здесь Годин уже слишком сосредоточил свой взгляд на мячей летящем в площадь ворот. И выпрыгивать с португальцем просто не имел возможности. Отправляет очень точным ударом Криштиану это имел сохранить мяча. А как сражается по тигриному Радамель Фалькао за мяч. И вот передача на Диего Коста. Диего Коста входит в штрафную площадь. Опасный момент. Удар и гол. Один-один. Один-один. Вот тут финал и начинается на 35-й минуте. Они обменялись ударами в сердца друг друга. Радамель Фалькао. Как много он сделал для этого гола. Хотелось бы увидеть все с самого начала. Из центральной зоны, где он отвоевал мяч. Развернулся с ним и выдал изумительную передачу. Фалькао, конечно. Такой же автор этого гола, как Диего Коста. Вот здесь, в центре, сражаясь и побеждая Альбиоли сначала. А потом еще и Хидиру. Он растерзал их просто-напросто. Ну а дальше, кстати, и Диего Коста сделал очень важную вещь. Он ускользнул от Серфио Рамоса. Ушел в зону ответственности Эсиена. А Эсиен в какой-то момент остановился. Побоялся сбивать, что ли, игрока. Ну и удар в противоход. То есть все идеально. Но, наверное, вот это единоборство или серия единоборств, серия движений обманных, которые совершает Фалькао. Какой замечательный, гениальный повтор на уровне ног и коленей. Мы видим все в деталях. Вот это ключевой момент. Классный гол. 1-1. Я напомню, мадридский Атлетико. Не побеждал Реал. 14 долгих... Подача и мяч в сетке ворот. Мяч в сетке ворот. Миранда радуется. Я думаю, что сегодня... Ну еще рано. Еще рано. И в любом случае не сегодня. Мы знаем с вами, что Фонтан Мептун раньше субботы не заработает. 98 минут позади. Я думаю, что не зря были такие испуганные глаза у Пепе. Потому что какое-то предчувствие того, что не все ладно. И... Момент с двойным спасением Диего Лопеса. Момент с спасением Эсьена. Беспорядок у ворот мадридского Реала. Стал слишком очевиден. Какой прекрасный мяч сбивает Миранда на опережение. Первый темп. Высокий бразильский центральный защитник, который не зря на каждый стандарт приходил. Старательно приходил. Старательно уходил. Снова приходил и опять уходил. Диего Симеоне. Он уже ввел по ходу матча. С мадридским Реалом в этом сезоне. Но все-таки не смог взять даже ничьей. Я напомню, что мадридский Атлетико. Вот только не плакать сейчас. Только не плакать Криштиану. Мадридский Атлетико с 99-го года. Продолжение следует...